Добро пожаловать на наш канал! 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 с оптимизмом, с подъемом, и знать, что вы в Казани, в Татарстане. И пусть это запомнится вам на долгие-долгие годы. Удачи, успехов! Спасибо большое. Итак, мы начинаем. Для того, чтобы понять, что будет происходить, я сначала скажу несколько слов по поводу нашего сценария, ну, чтобы мы все были в курсе. Итак, у нас игра. Игра, которая называется «На все случаи жизни». В игре принимают участие две команды – студентов и пенсионеров. Я хочу сразу сказать, что даже в этом моменте название имеет свой смысл. И студенты, и команда студентов, и пенсионеры, условно говоря, только вчера познакомились друг с другом. То есть они будут сегодня пытаться работать в команде, не имея пока никаких личностных связей между собой. Поэтому это, ну, скажем так, задачка. Кроме того, они должны найти ответы на следующие несколько ситуаций, житейских ситуаций. Итак, сценарий у нас такой. Мы приглашаем первые команды на сцену. Итак, команда пенсионеров. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ура! Итак, команда студентов. АПЛОДИСМЕНТЫ А улыбаться. Команда, а улыбаться. Итак, есть две команды. Итак, сценарий такой. Сейчас наши артисты покажут первую ситуацию. Эта ситуация будет видна вам, эта ситуация будет и видна командам. После того, как артисты отыграют эту ситуацию, команды должны будут эту ситуацию проанализировать и дать ответы на поставленные в этой ситуации вопросы. На подготовку им максимум 10 минут. Мы за этим следим. Та команда, которая будет готова первая ответить на этот вопрос, ответит, и наши компетентные жюри оценят этот вопрос, точнее ответ, максимум из 10 баллов. Ну, вы понимаете, это максимум, да? Может быть, ответ не совсем полный, что-то не соответствует, а так далее. Максимум 10 баллов. Жюри внимательно слушает. При этом вторая команда имеет право на дополнение. Но я хочу обратить ваше внимание, эти дополнения должны быть существенными. То есть не повторять то, что уже предыдущая команда сказала, да? А добавить что-то такое свое, что не было предыдущей команды учтено. Вот это дополнение оценивается максимум на 5 баллов. Сразу хочу сказать, что у нас ситуация будет вторая. И во второй ситуации будет первая отвечать та команда, которая в предыдущем варианте дополняла. Ну, чтобы был, скажем так, приоритет. А вот в третьей ситуации, кто первый, тот и будет отвечать. Я уже сказала, что пока команда думает, это 10 минут. 10 минут, что мы с вами делаем? А мы с вами трудимся. У нас есть команда, у нас есть болельщики. Итак, болельщики пенсионеров есть? Ура! Слышали студенты? А болельщики студентов? О-о-о! Итак, судя по громкости, болельщики достойные. Итак, а мы с вами играем. Каким образом? Я читаю вопрос. Он достаточно может быть такой, несложный. Мы можем даже ответить, обладая нашим повседневным знанием. Если кто-то при этом может чем-то пользоваться, пожалуйста, очень даже хорошо. Итак, я задаю вопрос. Кто-то знает ответ. Кто-то знает ответ. Не надо кричать. Поднимаете руку. К вам подойдет микрофон, человек с микрофоном. И вы в микрофон отвечаете. Я говорю, да или нет. Если вы отвечаете правильно, в вашей команде добавляется очко. Куда оно добавляется? Марина Георгиевна, куда оно добавляется? Значит, оно добавляется на экран, который будет прямо у вас перед глазами. Мы за этим будем следить, что называется. Если ответ неправильный, то есть у кого-то шанс, в том числе у другой команды болельщиков, да? Ответить на этот вопрос правильно. То есть мы ищем правильный ответ. Ну, если не нашли достаточно быстро, ну, значит, такой вопрос. Итак, как только команда готова, они отвечают. А мы с вами работаем, пока они работают. Сюжет понятен? И победит тот, кто получит наибольшее количество очков. Итак, я прошу внимания. На сцену приглашается команда артистов, студенты, которые разыграют первую деловую ситуацию. Так, так, уже 23 июля, и через две недели у моей любимой будет день рождения. Чтобы ей подарить, чтобы ей подарить такого, чтобы показать всю мою любовь, показать то, что я ценю ее мудрость, ее заботу обо мне. Робот-пылесос. Да, это нам будет идеально. Идеально. Супер. Давайте посмотрим, что пишут о нем в интернете. Робот-пылесос. О, сайт продавца. Отлично. Давайте его. Серебристый. Наверное, закажу серебристый. Супер. Подойдет к ее сережкам. Что нужно заполнить? Так, фамилия, имя, отчество, адрес доставки, паспортные данные, электронную почту и телефон. Ну, хорошо. Так, оплатить нужно сейчас. Хорошо. Реквизиты указаны. Отлично. Это мы оплатим. Так. Пин-код карточки. Отлично. Хорошо. А доставка? Доставка при получении. Ну, отлично. Хорошо. Мне кажется, ей понравится этот подарок. А, отлично. Письмо о подтверждении. Придет 27 июля с 12 часов до 16 часов. Я должен быть дома и ждать курьера. Так, ну, это будний день. Нужно отпроситься у своего шефа. Алло. Алло, да. Алло, Виталий Сергеевич. Да, здравствуйте. Сергей Владимирович, да, здравствуйте. Да, Виктор Федорович, здравствуйте. Тимофей Иванович, да. Я вот по такому вопросу звоню. Да, Ильгиз. Что, Ильгиз? Алло. Да, вот 27 июля у меня много работы будет. Ильнур, ну, у нас там очень завал большой. Ты же знаешь это все. Феодосий Вячеславович, ну, слушайте, у меня более важные дела. Вот точно там важно? Что там будет? Ну, там приезжает президент. Да, ну, понимаете, у меня приезжает робот-пылесос дома, я домой. Я должен его ждать. А, робот-пылесос? Робот-пылесос, да. Это как робот-полицейский? Вы меня повысите из-за того, что я посмеялся, нет? Конечно. Ну, отлично, хорошо. А дадите отгул? Отгул даю, все. Все, супер, хорошо. Да, даю отгул. 27 июля, день принятия товара. В районе между 12 и 16 часами. Алло, алло, да, здравствуйте. Вот уже 12 часов, да. Здравствуйте, да. Да, это по поводу робота... Робот-пылесос, да, робот-пылесос. Да, робот-пылесос, да, я понял. Все нормально, едет, да? Мы едем, едем уже, да. Все, замечательно, 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 хорошо. 27 июля, 12 часов. Точнее, 14 часов, 2 часа дня. Алло, да, здравствуйте, здравствуйте. Алло, да, мы вот уже по набережной вот сейчас заезжаем на улицу. По набережной? Очень странно, конечно. Ну, хорошо, ладно, хорошо, я вас жду, я вас жду. Все, едем. 27 июля, 14 часов, крайняя точка. 16, это была проверка? Вы молодцы. Алло. Алло, что вы молчите? Алло, да, это служба доставки? Да что ж такое-то, а? Что ж, не отвечая, что ж такое дело-то, а? У меня же через две недели дня рождения у любимой. Ох, как-то мне плохо с сердцем-то стало, ой. Алло, скорая, скорая. Да, едем мы. Да, приезжайте, приезжайте, мне плохо. Да. Вы болеете? Да, да. Вы слишком скоро приехали. Мне кажется, у меня гипертонический криз. Да, я чувствую, у вас гипертонический криз. И что же надо делать? Вам нужно лечь в больницу. Лечь в больницу? Да. Ну, это же очень долго, а зарплата как же? Ну, хорошо, нужно полежать. Пойдемте, пойдемте. Ну что ж, и через 10 дней, а точнее 10 августа, я, вылеченный с хорошим настроением, обращаюсь в суд на эту компанию и предъявляю им иск, чтобы они возместили мне ущерб по неполученной зарплате и чтобы выполнили договор купли-продажи. Такая ситуация. Надеюсь, она была понятна для вас. И теперь приходит время ее обсудить. Итак, ситуация разыграна. На какие вопросы должны будут ответить наши конкурсанты? Первый вопрос. Будут ли удовлетворены требования господина Сидорова? И второй вопрос. Может ли в данной ситуации господин Сидоров требовать компенсации морального ущерба? Итак, команды приступают к работе, а мы с вами тоже приступаем к работе. Итак, я читаю первый вопрос. В течение какого периода времени после регистрации брака супруг, сменивший фамилию, должен поменять паспорт? Пожалуйста. Вам микрофон должны принести. Кому я не вижу? Давайте я принесу. В течение одного месяца. Где? Это правильный ответ. Я прошу приз болельщику. Один балл пенсионерам. И это правильно. Вопрос. Вопрос. Ну тут у студентов должно быть приоритет. Каков размер материнского капитала в 2015 году? 356. 356. Нет. 400 стоит. Так, нет. 450 тысяч. Нет. Правильный ответ. Слушайте. 442 рубля. Нет. 300 тысяч. Совершенно правильно. 453 тысячи. Очко пенсионерам. Ну, если быть окончательно точным, вот с учетом. 453 тысячи 26 рублей. Еще вопрос. Господа студенты. Может ли супруг, имеющий двойную фамилию, взять тройную? Вопрос. Так, так, так. Те, кто с микрофонами, пожалуйста, быстрее и... Нет, нельзя так. Нельзя. Это правильный ответ. Очко студентам. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще вопрос. Вопрос ко всем. А с какого возраста у гражданина возникает правоспособность? 18 лет, ну, может быть, 16 лет, это называется эмансипация. Правоспособность возникает с момента рождения у человека. И это правильный ответ. Студентам очко. Готовы отвечать. Господа жюри, мы внимательно слушаем. Оцениваем результат. Пожалуйста. Мы все увидели сценку. Мы поняли, что здесь заинтересованная сторона господин Сидоров. И Сидоров, безусловно, захотел, чтобы были удовлетворены его требования, а именно, обязать продавца исполнить договор купли-продажи, а также возместить расходы на ожидание курьера, недополученную за 27 июля заработную плату. Будут ли удовлетворены требования Сидорова? Нет, они не будут полностью удовлетворены. Они могут быть удовлетворены судом только частично. Согласно статье 15 закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года номер 2300-1 о защите прав потребителей Сидоров имеет право на компенсацию морального вреда, независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителям убытков. А также он может, согласно части 2 статьи 463 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказаться от договора или оплаты. Может ли в данной ситуации Сидоров требовать компенсацию морального вреда? Да. Но возместить расходы на ожидание курьера за недополученную заработную плату он не может. Это наш ответ. Имейте в виду, если вы имеете что добавить, ваш ответ может быть 5 очков максимум, если существенные добавления. Итак. Итак. Есть? Мы слушаем. Жюри, внимание. Да, я хотела бы добавить про моральный вред, но также он подлежит возмещению, поскольку, как сказано, задача после этого у него ухудшилось состояние и так далее. В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вред причиняется жизни и здоровью, то есть нематериальным благам гражданина, то он возмещается независимо от вины, ну, причинившего вред. Так что в данном случае действительно будет компенсирован моральный вред. Итак. Жюри будет оценивать, насколько существенным было данное подтверждение. Итак. Я приглашаю на сцену наших актеров для разыгрывания второй деловой ситуации. Пожалуйста. Что ж такое-то? А и с подарком роботом пылесосом не получилось. Как же мне удивить свою любимую? Ну, наверное, сделаю я ремонт в своей квартире. Ванной сделаю, да. Начну с этого, с небольшого начну. Так, ну что ж, наверное, нужно поменять проводку, да? Мне кажется, поменяю проводку, сменю плитку и, наконец-таки, поменяю старую чугунную ванну на душевую кабину. Да, наверное, так. Да, супер, супер, супер. Нужно посмотреть рабочим. Алло. Алло, да. Алло, здравствуйте. Это строители, это рабочие, да ведь? Да, строители рабочие. Да, можете подъехать, пожалуйста. Едем, все, приехали. А. Здравствуйте. Как-то вы без адреса прямо на шею. Здравствуйте. 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 Знаете, я вот решил сделать сюрприз своей любимой. Я поменяю плитку, да, вот я купил плитку сразу же, да, такая вот керама. Ладно, не будем, чтобы реклама не была, да, какая-то хорошая плитка. Такая вот цветка вот хорошая, неплохая. Поменяю проводку. Смотрите, вот видишь, все висит. Все это нужно как-то исправить. Хорошо. И поставим душевую кабину вместо ванной. Ну все, сделаем. Справимся? За месяц. Вот с 1 июня. Ха, сделаем. Не вопрос. С 1 июня. С 1 июня. И по 30 июня. Вот тебе крест. Все. Все, да, ну хорошо, давайте сделаем схему, мне кажется, да, как вот нужно поставить всю схему. Схему, давайте. Схему это, когда это соседу продаешь часть этого цемента. А, нет, это тут наша схема рабочая. Все, нет, давайте, ладно. Давайте. Нет, вы смотрите, вот такая вот схема. Хорошо. Вот, значит, приложение 1 к договору, да, это у нас вот, где будет схема плитки. Вот по электрике аналогичная схема, да, вот в приложении 2. Все, понял. Вас не удивляет, что я такими терминами говорю? Я вас не слушаю. А, хорошо. Подпишем? Подпишем, давайте, все. Все, замечательно, замечательно. Ну, давайте, я пока поеду отдохну в Крым. Давайте. И через месяц я надеюсь увидеть отличный ремонт. Доброй дороги. Спасибо, спасибо. Так, что за записки о соседях? В конце концов, заливал 15, 19, 20 июня. А где половина плитки? И почему она синяя, а не желтая? И что с проводкой? Почему проводка не... Ау, вы на меня смотрите в конце концов? Здравствуйте. Да, вот что с проводкой? Где плитка? Почему душевая ванная? Душевая ванная вместо чугунной душевой кабины? Во-первых, клей был некачественный, плиточный клей был некачественный. А вот по поводу душевой кабины нам пришлось привлечь, так сказать, сантехника Никифорова. Сантехника Никифорова? Сантехника Никифорова. А вы почему не делаете? Почему вы сторонних людей принимаете вообще в конце концов? Я сам не могу, как говорится, не на все руки мастера. Что ж в конце концов такое-то? Опять с подарками получается, опять сердце... Вы знаете, я на вас подаю в суд, чтобы через два дня... Вот через два дня, вот прямо вот так... Я так хочу, чтобы через два дня вы все сделали здесь. Понятно? Это ваше право. Вот все, вот и увидимся. Понятно? Я подаю в суд на вас. Вот такая ситуация. Первый. Будут ли удовлетворены требования Гвоздева? И кто должен возместить причиненный соседям ущерб? Вот такие вопросы. Держите. Итак, команды приступают. Команды приступают. Первой в прошлый раз была команда пенсионеров. А сейчас есть шанс. И как только команда студентов... Вы меня слышите, студенты? У вас есть приоритет. Вы можете ответить первыми. У вас сейчас пока. За вами. В вашем распоряжении максимум 10 минут. Нельзя. Иначе это будет неправильно. Должны быть одинаковые приоритеты. Или как? Сейчас пропустить студентов вперед. А вот в следующем туре, кто первый, тот и будет отвечать. А то третий тур играть, наверное, не стоит, потому что вы сразу победите и все. Хорошо? Зато слушайте внимательно, вы сможете добавить. Мы согласны. Да, победит дружба. Мы с вами пытаемся ответить на следующие вопросы. Итак, те, кто мне помогает, пожалуйста, будьте внимательны. Кто первый поднимает руку, к тому и даем микрофон. Не одновременно. У нас в ситуациях шли разные вопросы. А давайте мы с вами попытаемся ответить вот на такой. В каком случае можно требовать компенсацию морального вреда от причинителя вреда? Пожалуйста, микрофон сюда. Если это сказалось на здоровье пациента, ну клиента. Это неправильный ответ. Вот сюда, пожалуйста. Если был составлен договор. Нет. У меня подсказка, которая составлена юристами. Поэтому здесь написаны некие слова. Которые я пытаюсь, скажем так, привязать к вашим ответам. Еще попробуйте. Еще какие есть варианты. Я повторю. Юлия Дмитриевна, давайте, может быть, пропустим этот вопрос и к следующему. Ну, хотелось бы знать ответ. А давайте я отвечу. Еще раз повторяю вопрос. В каком случае можно требовать компенсацию морального вреда от причинителя вреда? Итак, попробуем. Вы пытаетесь ответить очень узко, если можно так сказать. Пожалуйста. Ну, наверное, тоже можно, но... Более широко надо ответить. Если вред доказан судом или... Хорошо. Давайте я отвечу на этот вопрос. Потому что, может быть, все то, что было сказано, можно к этому всему и привести. Может быть, это оно и есть. Ответ такой. Требовать компенсации морального вреда от причинителя вреда можно при наличии его вины. Итак, ну, даже если он некорректный, очко достал с пенсионерам, студенты молчат. Это они могут требовать компенсации. Итак, в течение какого срока... Давайте попробуем следующий вопрос. Ну, вы уже поняли, что вопросы, в общем, общего характера, да? В течение какого срока покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества? Да я же уже подняла. Ну, говорите. Говорите так. Можно ответить? У нас уже микрофон в руках. Тут первое. Две недели. В течение 14 дней. Ну, 14 дней, две недели – это правильный ответ. Очко студентам. Ну, и такой вопрос. Он попроще будет? Попроще будет? А что предупредить команду, что осталось две минуты? Команда студентов, будьте готовы. Две минуты в вашем распоряжении. Итак, еще один вопрос. Наверное, попроще. Во всяком случае, в нем бинарный ответ. Итак, можно ли обменять товар ненадлежащего качества при отсутствии товарного или кассового чека? Можно, можно, можно. Пенсионерам очко. У нас единственная сейчас проблема в том, кто будет измещать вверх. Он в собственной квартире. Блин, я сомневаюсь. Вопрос. Вопрос. А можно ли… Так, все со мной? Итак, можно ли обменять или вернуть лекарственные препараты надлежащего качества? Первая рука была. Не подлежат. Микрофон, пожалуйста. Нельзя. Каждый препараты, обмен и возврат не подлежат. Нельзя лекарственной связи. Команда готова. Мы ждем ответ. Пожалуйста. Команда студентов отвечает, анализирует вторую ситуацию. Вот первый вопрос. Будут ли удовлетворены требования Гвоздева? Да, требования Гвоздева будут удовлетворены. Ну, во-первых, в соответствии с статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, в соответствии с пунктом 2, подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчиком, так, нет, извините, в соответствии с пунктом 3, генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнений или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего кодекса. В данном случае Старостин привлек к исполнению работ сантехника Николаева, поэтому, соответственно, Старостин является генеральным подрядчиком, а Николаев является субподрядчиком. В соответствии с этим Старостин будет отвечать за действия третьего лица, то есть за действия сантехника Николаева. И в соответствии со статьей 403 она как раз устанавливает ответственность за действия третьих лиц. И еще здесь следует отметить, что поскольку работа является ненадлежащего качества, и это в данном случае бытовой подряд, у нас это параграф 2 главы, регулирующие отношения по подряду. И вот в частности статья 737 устанавливает последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. И в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки, в течение гарантийного срока заказчик имеет право обратиться с требованиями к подрядчику. И данная статья отсылает на статью 723 Гражданского кодекса, которая как раз устанавливает один из возможных вариантов – это устранение недостатков. Но также там устанавливаются иные варианты в случае обнаружения недостатков. Поэтому да, требования будут удовлетворены. Ну что же касается второго вопроса, кто должен возместить причиненный соседям ущерб. Ну, во-первых, это будет зависеть от того, кому, собственно говоря, соседи предъявят иск. Но в данном случае вред был причинен непосредственно исполнителям данной работы, то есть подрядчикам, и в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса вред подлежит возмещению лицом, ну, причинившим вред, то есть чья вина непосредственно в этом. Но при условии, что данная квартира, ну, принадлежит, скажем так, Гвоздеву, также может возместить и Гвоздев, а дальше уже в порядке регресса предъявить требования о возмещении убытков к подрядчику-старостину. У меня все. Итак, спасибо студентам. Господа пенсионеры, есть ли вам что добавить? Пожалуйста. Но у нас есть некоторые дополнения к нему, небольшие дополнения, которые связаны с субъективной частью права. И просто два, да, небольшое замечание. Пожалуйста. Ответ чья будет Валентина. Друзья правильно ответили. Молодежь у нас на верном пути. Мы поддерживаем их, что действительно удовлетворенные требования Гвоздева будут. Однако, мы хотим сделать поправку такую по поводу дополнений, вернее. Кто должен возместить причиненный соседям ущерб? Согласно статье 15 закона о защите прав потребителей, в котором говорится о том, что действительно компенсация морального вреда и понесенных потребителям убытком должна быть возмещена в суде, необходимо поправить неточность, дополнить или Старостин, или Гвоздев, то есть или генеральный подрядчик, или хозяин квартиры. Так вот, мы хотим сказать, что если в суде будет доказано, что Гвоздев является причинителем вреда при наличии его вины, то даже, может быть, и Гвоздев будет удовлетворять моральный ущерб соседей. То есть, как суд решит по причинителю вреда. В остальном, ответ достаточно подробный, да, в соответствии с требованиями гражданского законодательства и закона о защите прав потребителей. Итак, спасибо. Итак, спасибо. Я виновата. Сразу каюсь. Увлеклась процессом. И забыла сказать самое главное, что когда мы, команда, ответили на первую ситуацию, жюри не подвело итог по первой ситуации. Интрига у нас заглохла. Поэтому я даю слово жюри, пожалуйста. Дайте нам, пожалуйста, баллы за первую ситуацию команде пенсионеров и команде студентов. Доброе утро всем. Значит, по первой ситуации команда пенсионеров зарабатывает 7 баллов. Команда студентов зарабатывает 2 балла за старание. Отлично. Значит, когда мы сейчас переходим к третьей, последней ситуации. И я приглашаю на сцену артистов. Тук-тук. Тук-тук-тук. Здравствуйте. 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 Вы Маслова, да? Да, это я. Я Алексеева, я Алексеева, я Алексеева. Вот я хочу обращаясь в вашу фирму, тур.ру, по поводу путешествия. Путешествия, да? Вот хочу, знаете, такого чуть легонького, такого какого-нибудь такого вот ненавязчивого путешествия такого, да. Хотите путешествия? Хочу путешествия. Есть, есть у нас, есть для вас специальное путешествие. Вот, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Тур по раскопкам. Тур по раскопкам. Тур по раскопкам. Очень популярно. Хорошо. Вы понимаете, просто дело в том, что у меня есть некоторые такие, ну, сосудистые заболевания, сердечко, вы понимаете, да, вот так вот. Ничего страшного, никаких нагрузок не будет. Вот, да, да, желательно, чтобы... Я вам ручаюсь. Все. Чтобы физического не было такого. Ничего физического не было. Договор составим. Да, давайте, давайте, конечно. Все, все. Давайте, я подписал, хорошо. Все по договору, все. Все хорошо. Все. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Не за что, конечно, не за что. Кто бы мог подумать, что тур по раскопкам будет такой тяжелый в физическом плане. Три километра уже иду, печет солнце, пересеченная местность, какой-то кошмар. Ой, плохо. Пить хочется, жара. Ой, сердце врача. Мне нужно врача, врача. Да, я тут как тут. Где же вы меня находитесь-то, а? По всей земле. Находите врача у меня. Удивительно просто. У нас что-то болит. Ой, знаете, да, я вот... Вы просто перенапряглись. Да, наверное. На солнце вас... По мне это видно, да? Да. Вам нужно лечь в больницу. Что ж, доктор, вылечите меня, вылечите меня. Действительно, вам нужно лечь в больницу. Ну а как же отпуск? И весь отпуск провести там. И весь отпуск. Провести в больнице. И может быть даже и не весь отпуск, да? И может быть после отпуска вам... Затрагивая все мое рабочее время, может быть, да? Да. Как плохо так, господи. Кошмар какой. Тук-тук-тук. Здравствуйте. Здравствуйте. Улыбочку прикроем, да? Как бы отдохнули. Улыбочку прикроем. Дмитрий Маликов в молодости. А что это? Дуэт, что ли? Дуэт. Дуэт, мистер Дуэт. Какие вы импровизаторы, а? Да. Маслова. Вот вы бы так не импровизировали лучше в начале путешествия, в начале вот моего, так сказать, покупки вашего туристического продукта. Понимаете? А что такое? Я три километра... Вот мы доехали на автобусе, хорошо, два раскопок. А потом три километра шли. По пересеченной местности камни, трава, песочек. За это спасибо. Было снова камни и трава. Какой кошмар. Это было солнце, мне было жарко. Понимаете? Я все, весь отпуск провела в больнице, в поликлинике. Правда? И вернувшись из отпуска, я еще потом лечилась. И что вы от меня хотите? Что я от вас хочу? Я хочу, чтобы вы возмещили мне моральный ущерб. Это само собой, да, естественно? Так. Ну и? Ну и что еще? Я вас записала. Так, давайте прочитаем. Много чего я от вас хочу. Ну-ка. И, конечно же, компенсацию убытков, которую подошел на ваше путешествие. Я обращаюсь на вас в суд. В Воронежский суд. А это значит? Что наша история заканчивается, но не заканчивается история Масловой и Алексеевой. Итак, эта ситуация на ваше рассмотрение. Итак, ситуация отыграна. На какие вопросы должны ответить наши конкурсанты? Первый вопрос. Правомерно ли требование о компенсации морального вреда и убытков в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по договору о реализации туристического продукта? И второй вопрос. Какое решение должен вынести суд? Именно тот, кто будет готов первым. Итак, а пока команды отвечают, мы с вами продолжаем играть и зарабатывать для команд очки. Вопрос. Так, все настроились? Все настроились? Отлично. Вопрос. Полагаются ли по закону выходные или отпуск на свадьбу? Меня интересует сколько? Три дня. Три дня дается. Студенты, что скажете? Ничто не скажем. Не знаем еще, да? Неженатые. Не брали. Полагается два дня. Нет. Так, микрофон студентки. А, слушаю. По закону не полагается. Нет. На усмотрение... Студентки, дайте микрофон. На усмотрение руководителя... Это я говорю. На усмотрение руководителя административный... Нет. Соответствие с коллективным договором. Соответствие с законом. Дайте сюда вот микрофончик. Вот сюда. По ТК РФ, то есть 20 дней отпуска полагается человеку и конкретно... 20 дней на свадьбу? 28 дней человек отпуска ежегодно. Так, еще раз, вопрос. И именно эти дни он может использовать для свадьбы. То есть... Вопрос идет. По закону выходные или отпуск конкретно на свадьбу? Нет, не полагается. Ответ неправильный. Вот здесь вопрос, ответ у молодого человека. Не превышает двух недель. Нет. Сюда, пожалуйста. Одну минутку. Можно я отвечу? В соответствии с коллективным договором до пяти дней. Вот пять дней – это хорошо. Коллективный договор здесь отсутствует. Надо, чтобы было пять дней. Очко команде пенсионеров. Имейте в виду, господа студенты. Пять дней можете взять по закону, независимо ни от чего. Команда готова. Команда пенсионеров отвечает на третью ситуацию и может максимум получить 10 очков. Команду студентов, будьте внимательны, вы имеете возможность дополнить. Мы готовы ответить на третий вопрос. И ответ на вопрос у нас готов по согласованию со всей командой. Отвечает вопрос та же известная вам Валентина. Я буду близко подносить микрофон, меня будет слышно. Коллеги, хочу сказать, молодежь любит путешествовать, а мы уже путешествуем. Поэтому этот момент, который разыгран был артистами, для нас просто актуален, для всех. Как мы поедем в тур и вдруг случится, что нас обманули. Так вот, ну как мы считаем. Так вот, в первую очередь я хочу сказать мнение нашей команды, что туристическая деятельность, кроме специального закона, попадает под общие требования Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. То есть турист это потребитель. Из приоритетной этой части мы говорим, что требования о компенсации морального труда, вреда и убытков в случае не надлежащего исполнения обязанностей по договору о реализации туристического продукта правомерны. То есть нужно было, чтобы указаны были именно, согласно статье 6 закона Российской Федерации, закона Российской Федерации, номер 132 ФЗ от 24 ноября 1996 года, об основах туристической деятельности в Российской Федерации, пункт 2. Непредоставление потребителю надлежащей информации о товаре и услуге рассматривается в качестве основания наступления ответственности. В данном случае недостоверную информацию предоставили об услуге туристической. И вопрос 2. Какое решение должен вынести суд? Суд вынесет решение, собрав все доказательства в пользу туриста. Потребителя, то есть. Вот так. То есть нас. Итак, уже хорошо. Итак, студенты, пожалуйста. Ваше дополнение. Напоминаю, существенные дополнения. Вы не повторяете то, что уже ответили? Ну, во-первых, да, прежде всего, согласно с ответом. Действительно, правомерное требование. Ну, здесь, прежде всего, хотелось бы отметить статью 12 Закона о защите прав потребителей, а именно пункт 3, в котором сказано, что при причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре, потребитель вправе потребовать возмещение такого вреда в порядке, предусмотренного статьей 14 данного закона. Но это что касается убытков. Также следует обратить внимание на федеральный закон от 24 ноября 1996 года об основах туристской деятельности в Российской Федерации, а в частности статья 6, которая устанавливает права туриста. И среди таких прав туриста отмечается право на достоверную информацию о предлагаемом туре, то есть о правилах въезда в страну, о тех опасностях, которые его там подстерегают, ну, могут подстерегать. И еще также хотелось бы отметить постановление правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года номер 452 об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта. И вот в частности в этом постановлении в пункте 7 также перечислены та информация, которая должна быть предоставлена потребителю, туристу при заключении договора об оказании услуг по туристской деятельности, скажем так. И далее в этом постановлении устанавливается конкретная ответственность исполнителя за непредоставление полной информации. Но это что касается возмещения убытков. Ну а что касается морального вреда, то поскольку в данном случае вред причинен такому нематериальному благу, как здоровье туриста, а это является нематериальным благом в соответствии с статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, то в соответствии с статьей 151 Гражданского кодекса и статьей 15 Закона о защите прав потребителя, он имеет право на возмещение морального вреда, причиненной по вине туроператора. Все. Итак, спасибо. Жюри анализирует ответы. Можно мне сказать одно слово? Да, конечно. Мы согласны. Мы рады тому, что наши оппоненты проявляют достаточную юридическую грамотность. Да, и ориентируются в законодательстве, связанное с защитой прав потребителей. Благодарны тебе. Но считаем, что все-таки дополнения, которые они произнесли здесь, они не являются существенными. На основные вопросы... Да, но смена... На самом деле это комментарий вообще-то жюри. Они оценивают этот вопрос. Спасибо большое. Ну спасибо за ваш комментарий. Подвести итог по третьей ситуации и объявить итоговый счет по ситуациям. Да. Значит, за последнюю ситуацию команда пенсионеров дала наиболее полный ответ. Мы снизили чуть-чуть на один балл. Да, из-за того, что был не учтен один процессуальный момент, но он достаточно несущественен. 9 баллов команда пенсионеров. И у студентов, мы посчитали, было одно существенное дополнение, поэтому 3 балла. Так, итоговый счет по ситуациям мы пока объявляем. Значит, 18 баллов набрали у нас команда пенсионеров. Набрала, да? И... По ситуациям. По ситуациям, подождите, не путайте, по ситуациям. Значит, 18 баллов по ситуациям и 13 баллов команда студентов набрала. Ура. Так, ну и итоговый... Итоговый счет у нас на экране. 26-18 в пользу пенсионеров. Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok